Ребята, всем привет! Сегодня четверг, 5 ноября. Сегодня, кстати, день рождения у тёти Инны, Карениной мамы. Так что, тётя Инна, с днём рождения, счастья, здоровья, чтобы всегда всё вас только радовало и всё было на позитивчике. Так, ребят, вы знаете, как для меня важно, чтобы дома была чистота и порядок. Да, я не каждый день провожу генеральную уборку, но обязательно каждый день я полисошу квартиру. Я такая счастливая, что придумали беспроводной пылесос. Как же это удобно! Раньше я, честно говоря, ненавидела пылесосить, потому что пока достанешь этот огромный пылесос, воткнёшь его в розетку, он ещё такой весь неповоротливый, этот шланг за собой тянешь. Ну, в общем, пока достанешь этот пылесос, уже устанешь. А с беспроводным пылесосом это вообще благодать какая-то. За 10 минут можно обойти всю квартиру и всё просто вычистить. Я просто в восторге от пылесоса Dreamy V11. Девочки, мальчики, как же это удобно и легко. Итак, расскажу про это чудо техники. Ну, во-первых, дисплей показывает заряд батареи, рабочий режим пылесоса, можно выбрать нужный язык, всего их тут 8. Длительный режим — это если вы планируете уборку минимум на полтора часа, то этот режим — то, что надо. Вы сможете убираться, не прерываясь, в течение этого времени. Мощный режим. Этот режим рассчитан на время уборки до 30 минут. Зато увеличенная мощность позволит качественно очистить самые проблемные места. Ну и, конечно же, мой любимый ультрамощный режим рассчитан на 10 минут работы. Но за эти 10 минут вы сможете очистить даже то, что казалось очистить невозможным. Мне как раз столько и хватает времени на офигенную уборку дома. А ещё тут очень удобная кнопка переключения. Удобная фишка. Нет необходимости держать кнопку во время работы постоянно, а можно отпустить. Сейчас, я думаю, большинство людей спокойно смогут позволить себе такой пылесос. Я реально рекомендую поменять свой старый проводной пылесос на новый вакуумный пылесос от Dreamy V11. Это очень облегчит вам жизнь, и уборка станет намного приятней. А ещё используйте мой промокод Dreamy26 на сайте Алиэкспресс, и вы сможете получить пылесос Dreamy V11 всего за 240 долларов. Поэтому обязательно подписывайтесь на Facebook и Instagram компании, и следите за всеми новостями. А я уже опаздываю. Кошмар. Короче, у меня сегодня столько дел. Блин. Спасибо всем, кто это сказал. Короче, я со своими прыщами. Мы вместе едем сегодня к гастроэнтерологу. На улице просто мерзость. Ну, впрочем, ничего нового, но... Хотелось бы чего-то приятненького, что ли. В общем, еду я к гастроэнтерологу. Записалась. Причём к не какому-то там, а к какому-то очень дорогому. Надеюсь, он мне поможет. В общем, по плану вот что. В 2 часа у меня УЗИ. Живота, желудка, брюхо, что-то такое. УЗИ, короче. А потом в 3 часа у меня как раз-таки консультантия. В общем, завтра поеду на дачу потусить, покайфовать. Мне очень интересно, что мне скажет гастроэнтеролог. Я думаю, что мне назначат какие-то анализы. Опять же такие. Вот. Но, может быть, она сразу что-то скажет. Знаете, я просто не знаю, в курсе вы или нет. Я в итоге решила, что я не буду пить этот Роакутан. Ну, как бы сама решила. Ну, потому что очень много уж всяких таких моментов, которые меня пугают. Ну, вы знаете про эти моменты. В принципе, чё уж говорить. И да, это действительно странно, что я ходила только к дерматологам. Это, наверное, ну, тупый просто кошмар. Как тупо. Ну, просто тупизна. Потому что я столько лет действительно мучаюсь из-за проблемной кожи. И всё, что ко мне приходило на ум, это пойти к дерматологу, который мне раз за разом прописывал, выписывал какие-то мази. Ну, тупо, реально. Не делайте так. В общем, если у вас прыщи, и вам не помог дерматолог, ну, то есть, как бы, если у вас какая-то фигня запущенная, то просто идите по всем врачам. Эндокринолог, гастроэнтеролог, там, щитовидку проверяйте, кровь. Всё, короче, проверяйте. Кому ещё? Гинеколог. Ну, самое интересное, что я была у гинеколога, но, видимо, я была не у такого гинеколога, который мне нужен, потому что я была у гинеколога, который смотрит как раз-таки гинекологию, а не тот, который такой, у тебя прыщи, мы сейчас посмотрим. Ну, то есть, нет, у меня, как бы, был гинеколог, и, как бы, ну, даже не один приём, и всё, как бы, хорошо. Просто, конечно же, я все эти картинки в интернете видела, что прыщи вот здесь, это из-за гинекологии. На самом деле, я уже много раз слышала и видела то, что это всё бред, это вообще никак не связано. Но я всё равно пошла к гинекологу, и, понятное дело, ну, как бы, никаким успехом это не обвенчалось, в том плане, что гинеколог такой, ну, а это мои полномочия, всё, я вообще в душе не чаю, откуда у тебя эти прыщи, точно не из-за меня. Знаете ещё, почему я не вижу смысла пить такие жёсткие таблетки, как Роакутан? Кто не в курсе, о чём я говорю, посмотрите буквально видео-блог «Я еду к врачу», оно называется, типа, мне сказали, там, типа, что мне поможет избавиться от прыщей, типа, от моей проблемы, что вылечит мою кожу. Вот, там я рассказываю про этот Роакутан, там у меня просто полнейший аутшок, когда я читаю все эти противопоказания, побочные эффекты, и всё в этом духе. Короче, многие говорят, что надо просто правильно питаться, ну, вот сколько я уже всё читала, смотрела, все говорят, что вот как только я начала питаться нормально, у меня сразу всё стало офигенно. И, ну, как бы, да, я в это верю, я понимаю, что, скорее всего, реально мне нужно как бы правильно питаться, хорошо питаться, не бухать, ну, не курить уж, ладно, как это связано? А, ну, так вот, просто в 16 лет, когда мне врач помог избавиться от прыщей, в 16 лет я пошла к дерматологу, кстати, но мне в тот раз прописали не мази, точнее, помимо мази мне прописали ещё и лекарства, понимаете? Я понимаю, что 16 лет и 22 года, ну, как бы, что-то могло измениться, как минимум у меня не было прыщей вот здесь тогда. Честно, надоело, я не помню вообще в своей жизни такого момента, чтобы я с кайфом просто брала и снимала влог, всё для влога, всё для интернета, просто не помню такого момента, чтобы я вообще, ну, не красилась. Такая вот, смотрю в зеркало, думаю, блин, кожа хорошая, даже ничего делать не надо, ну, там, румянец добавить, всё. Нет, вообще такого не было. Были моменты, когда у меня кожа была ничего такая, я просто знаю, что мне очень нравится, когда я не накрашена, и я бы с кайфом, реально с кайфом вообще по минимуму косметики бы использовала. Вот чисто просто подчеркнуть свою красоту, скажем так, какие-то там, ну, я не знаю, может, скулы чуть-чуть подрисовать, нос отконтурировать, всё. Ну, как бы, блин, без тонной тоналки, корректоров. В общем, клиника, в которую я еду, она находится, слава богу, не очень далеко, но при этом я всё равно умудряюсь уже опаздывать на 6 минут. Я просто надеюсь, что эти УЗИ как бы, ну, просто по животику поводят, потому что мне не хотелось бы, чтобы там что-то, я не знаю, потому что я, блин, фиг знаю, что мне там делать будут. Вот дедушке рассказал, а дедушка подумал о том, что мне будут делать гастроскопию, или как это называется, когда шланг тебе в глотку суют. Ну, кстати, мне никогда в жизни такого не делали, слава богу. Вот. Надеюсь, что мне и не назначат такое, потому что если мне такое назначат, ну, я не знаю, я бы не хотела, наверное, терпеть это, это, наверное, очень неприятно. А дедушка говорит, что когда ему делали, уже на тот момент начали, короче, давать этот, типа, не снотвор, ну, как это называется, короче, не наркоз, а, типа, ты просто засыпаешь, прям вот вообще чуть-чуть быстренько, типа. Тебе быстренько там все делают, у тебя уже сразу, считай, будет. Вот. И, ну, типа, вот дедушка так вот делал, чтобы не почувствовать вот этой вот неприятности. Ну да, отстой вообще, не хочу. Вот. А вообще просто очень интересно, что мне скажет гастролентеролог. Может, она мне какую-то диету назначит. Не хочу. Но вообще я буду рассказывать про все свои, как бы, проблемы. Ну, как все, просто, ну, типа, иногда вот я что-то поем, и я вроде мало поела, а такое состояние, как будто бы вот меня сейчас вырвет. В смысле, ну, не тошнит, а просто как будто бы живот настолько заполненный, забитый, что вот аж плохо. Ну, вот иногда бывает такое, редко, но бывает. Вчера Слава занимался со мной вокалом, потому что я ему сказала так, мир мой, когда мы уже запишем мой трек? Он такой, вообще без проблем, дорогуша моя, только давайте сначала позанимаешься вокалом. Я говорю, хотя бы два раза, чтобы ты хоть как-то подготовилась к тому, чтобы записать трек. Я говорю, да отстань, отстань ты от меня. Что непонятного? Я говорю, я все свои треки записывала без занятий вокалом. Ну, да, что-то там Слава со мной занимался, какие-то штучки, распевочки, но без жестких занятий вокалом. А, нет, вчера ему надо было докопаться до меня, он меня замучил, всякие мне упражнения показывал, всякие жуткие упражнения. На то, чтобы у меня рот четко разговаривал, потом на дыхание. Как это сложно, мне показалось, что, знаете, я не вокалом позанималась, а сходила на какой-то жесткий спорт. Это сложно, оказывается. Просто я думала, что вокалом заниматься это что-то в духе типа «Мия, Мия». Я думала, это все, на этом все заканчивается. Ну, там, что-то еще какие-то там всякая такая фигня. А, оказывается, он меня замучил, он меня заставлял дышать, типа так вот. Вот так, он говорил, что так надо. Короче, я дышала, дышала так, при этом он заставлял меня делать еще какие-то упражнения, типа. Вот такие упражнения, и при этом нужно что-то рукой, например, делать. Потом он заставлял меня вообще какие-то чуть ли не приседания делать, и в этот момент так дышать. Ну, не приседания, а там что-то ногу вверх, руку вниз. И при этом дышать Я думаю, да твали ты уже от меня У меня уже ухо заложило Мне уже плохо от этих дыхательных упражнений Ну, короче, весело Вот, просто проблема в том Что у меня есть трек Ну, это не проблема, это наоборот хорошо Но у меня есть трек Мы еще даже не знаем, как его назвать Очень смутный, непонятный момент И, в общем, у меня этот трек записан в автотюне Ну, и, понятное дело, так выпускать нельзя Ну, как бы у меня нет треков Не считая на рубрике Славы автотюн пауэр Где сразу я записываю с автотюном Ну, то есть, как бы, чтобы вы понимали Все мои треки я всегда записываю живьем И только потом уже при обработке какой-то Можно что-то где-то подкрутить, подвертеть И то, то есть, всегда это делается по минимуму Чтобы, ну, это звучало нормально Чтобы не было робота вот этого У меня есть демка его Я ее даже включала в одном из влогов Живем на даче И он сразу же записан с автотюном То есть, я сразу захожу в кабинку Надеваю наушники Начинаю что-то говорить И я сразу слышу свой голос с автотюном Это, конечно, очень весело Но проблема вот так вот записывать в том, что ты к этому привыкаешь Это, типа, знаете, такой момент, что где фальшиво ты делаешь, там как раз тюн ловит И получается вот это вот, типа Как объяснить, не знаю Но просто суть в том, что так делать нехорошо И угар в том, что вот мы слушаем, что я записала с автотюном Сразу же, типа, слушаем, типа, блин, круто, да, вообще огонь Вот чей-то как Потом Слава снимает настройки автотюна И там просто жесть Такое, типа, ла-ля-ля-ля Вот такое, знаете Поэтому, ну, как бы сложно Лучше так не делать, потому что Ну, потому что я фальшивлю, да Или как-то И не слышу, что я плохо пою Потому что я слышу автотюн Я слышу просто бомбы Я даже не напрягаюсь Сразу, я просто открываю рот И сразу льется просто музыка Просто красота Просто птички щебечут в мои уши Я обожаю автотюн, просто обожаю Но выпускать треки по-серьезки с ним Ну, не вариант Поэтому мне нужно было вчера позаниматься Как-то что-то сделать Чтобы записать трек без автотюна То есть, типа, мой сырой голос Я Славе говорю, какого? Черт, ну почему? Я вчера с ним долго на эту тему болтала Ну, не долго, а просто говорю, блин Вот почему я в машине пою, да? Офигенно Вот мне кажется, что вот просто Вот сейчас мне микрофон дай на сцену Выйди, вообще бомба Просто взорву зал Но почему, когда я захожу в кабинку твою Начинаю петь? Это просто какой-то позор Ну, не позор, но просто не нравится Типа, не идеально и сложно Говорю, что так сложно, зай? Почему так сложно? Это что, сложно? Так что, короче, не всегда это, конечно, легко Я понимаю, что это нелегко И если ты этим не занимаешься То, понятно, тебе тяжело Он научил меня дышать правильно Типа, нужно дышать как-то животом Он мне объяснял Я не могу Я вчера дышала животом У меня потом живот болел Ну, не болел, но бурлел Урчал, я не знаю Мы даже это на видео записали Вообще жесть какая-то была У меня так живот урчал Я его когда надуваю Ну, типа, воздух туда беру Там прям Блин, что за фигня Ну, потом я поела Оказалось, что это из-за голода Походу было, не знаю Ну, кстати, сегодня я это гастроэнтерологу Тоже расскажу Скажу, я занималась вчера вокалом А у меня В животике урчало О, 9 минут Все, я с вами прощаюсь Потому что мне нужно будет сейчас Быть очень внимательней Чтобы найти парковку Короче Ему орешки Потому что ничего не ела Красота Так Тварь В общем, сделали мне УЗИ Брюшной полости всей Кишечник, желудок Ну, вот это все Печень Сельзенка Садится камера Ну, у меня есть аккумулятор Пофиг Вот И Я такая потом говорю А щитовидку у вас Можно сделать тоже УЗИ? Она говорит Да Еще сделала щитовидку Потом уже пошла к гастроэнтерологу Пообщалась Вот Она сказала Ну, у меня там все написано Что есть какое-то небольшое воспаление Ой, решек аж упал То ли в кишечнике То ли в желудке Не знаю Сказала, типа, все ок Но Надо будет кое-что пропить А Сдать анализы Я сдала кровь Блин, ребята Я много чего сделала За сегодняшний поход В клинику Платную Конечно же Почему, конечно же Ну, знаете Пока в поликлинику, блин У нас запишешься Ты уже кони свои Это Двинешь Отбросишь Или, как там говорят Копыта отбросишь Пока тебя запишут Ну, не Не всегда, конечно Но В любом случае Не хочу говорить Сколько денег я отдала Но Очень много Ладно Я отдала 36 тысяч Сейчас Я сдала Очень много Крови Анализов И на И общий там И не общий И на всякие Какие там могут быть Какие-то Инфекции Не инфекции В общем Ну, много всего И самое главное Что я сдала Кровь на Аллергию Там Молочный белок Глютен Еще что-то Ну, короче Много всего Анализы Очень дорогие Просто Только одни Анализы Крови Стоили 20 тысяч Я в шоке Но Блин Я просто Да, конечно Очень много Денег потратила И, наверное У кого-то сейчас Волосы там Дыбом стали И все В этом духе Но, блин Просто вот Вот знайте Хочешь узнать Что у тебя там Где Там Что надо Живем мы В такое время Ребята Мне не жалко Было Этим День Ну, мне Жалко С одной Стороны Но, с другой Стороны Не жалко Потому что Я лучше Сдам Все эти Анализы Заплачу Сейчас Какие-то Деньги Да, немаленькие Чем Чем начну Пить Рокутан И потом Лечиться От каких-то Там Побочек Которые У меня Будут От него И больше Нервов Буду тратить Поэтому я Решила Что Нет Нет Вот Мне гастроэнтеролог Прописала Какие-то Штучки Пить Дома Вам подробнее Все расскажу И Сказала Что Типа Ну Как бы Прыщи Мои Должны По крайней мере Стать лучше Может Даже и пройдут От того Что я буду пить Посмотрим Посмотрим Так что Вот Еду домой Не ел ничего Так Ребят Я уже Дома И Что могу Сказать У меня Куча Дел Мне нужно Написать Два Сценария Еще у меня Сегодня Встреча Еще мне Нужно Съездить В магазин В аптеку Потому что Мне прописали Кучу Всего Назначение Зостерин Ультра 30% Один пакет Плюс 60% Один пакет На два Три Дробь Три Стакана Горячей воды Настоять 5-7 минут И выпить Перед сном Это я не поняла Вообще Зостерин Ультра 30% Один пакетик И Еще 60% Один пакетик А что значит На два На две А может Это на две трети Стакана Логично Две трети Это значит Все равно Не понимаю Ладно Потом Разберусь Так Хилакфорта 40 капель На полтора Стакана воды Во время ужина На одну Вторую Как это понять Ладно Октофлор По одному Тюбику На полтора Стакана воды Утром И в обед Курс Два месяца И Что она мне сказала Она такая говорит Так Ну давай так поступим Цинктирал По одному По одной капсуле Утром Утро Запытая обед Курс Один месяц Затем Коррекция Она сказала Что вот эти Цинктирал Цинктирал Я так понимаю Что это какой-то витамин Извините Я в этом вообще Не разбираюсь Но она сказала Что от этого У меня могут Пройти прыщи Сдала я крови Просто Кучу Просто кучу Я рассказала Маме Сколько все это стоит Она говорит Что это просто Бред какой-то Не может Это все Столько стоить Говорит Что меня Обманули Так Чем здесь Занимается Мой Саунд Продюсер Трек Мне Делает Но вчера Мы кое-что Не дозаписали Поэтому Это нужно Что сделать сегодня Тут на меня Левит Мой подарок Я тебя так люблю Вив Вив Завтра Поедем на дачу На дачу Поедем Мы хороший Маме сегодня Крой брали Вив Тебя жалко Мамочку Такая милашка Вив Мамина Корочка Привет 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 Вот тут Ручки Очень Ты что Объелась Такая вкусная Тебе так вкусно Пахнет Тебя люблю Тебя люблю Ну а я уже готова Выходить Навстречу Она у меня Рабочая Деловая Итак Ребят Я уже дома Мы покушали И сейчас Нужно повесить белье Которое постиралось Завтра еду на дачу Вместе с Кариной И буду снимать Влог С дачи Так что следующий влог Который вы увидите На моем канале Это будет влог с дачи Хотелось бы вам сказать Что я каждый раз забываю о том Что я Не объявила я результаты конкурса На мои наряды Прошу прощения Давайте так Во-первых Давайте я это сделаю Сразу в сторис В инстаграме Если вдруг Вы смотрите Этот влог Сейчас Да В день Когда я его выставила Убедитесь Что вы смотрите В день Когда я выставила Да И если вдруг Когда вы заходите Ко мне в инстаграм В сторис Там нет розыгрыша Платьев Точнее Итогов розыгрыша Начинайте писать мне в директ Юля Ты забыла Короче На этом мне нужно Не много времени Просто мне нужно Вспомнить все Если сделать это Когда будет выходить Этот влог Я это сделаю Решено Надеюсь Короче Я не забыла Я помню Теперь у меня Одна проблема Это грязная голова Я думала Во-первых Завтра Блин Мне придется Все мыть Все мыть Наверное Потому что я хочу Завтра влог Снимать Но я вам уже сказала Ну ладно Что поделаешь Слава богу У меня ненарочные волосы Помыть голову Мне это Ну Легко Сейчас я с вами Доболтаю И помою А вообще-то Сейчас нам нужно Записать мой голос Для трека И Я уеду на дачу А Слава здесь Будет все сводить Мой Сэнд Продюсер Сейчас я сделаю Нам замечательный чай Сегодня на ужин У нас были Стейки И рис Салатик Сырчанок И лаваш И что-то Как-то мне вино Вообще не заходит Во-первых Стейки Очень было Мясо уже Такое себе Просто у него Завтра кончается Срок годности Я думаю Что из-за этого Потому что Ну как бы Я готовила Как обычно Но оно уже Просто не очень Что-то как-то Надеюсь Что Все будет нормально С нами Блин Берись уже И Что-то как-то Вино Вообще уже Не заходит Ну завтра На дачу Зайдет Конечно Под шашлычок Ну что-то Как-то не знаю Вот просто Не было какого-то Сегодня Супер ужина Из-за того Что мясо Мне не понравилось Нам Рис понравился Поэтому как-то И вино не зашло У меня есть костюм От Кати Адушкиной Ее бренда Костюм Короче Белый С черными пятнами Типа под корову Я хочу В нем Завтра поехать Мне кажется Это будет очень Мило Мне кажется Она такая Прям прикольная Ну кстати Интересно Если с пучком Серьезно Так не уходим В голову Ну она конечно Блестит А проблема в том Что у меня даже Нету дома этого Сухого шампуня В общем ребят На этом я с вами прощаюсь Пойдем Дела Сегодня я не смогла Купить все лекарства Которые мне прописал врач Потому что их тупо Не было в аптеке Я заехала только в одну Но ничего Что поделать С понедельника начну Зато я купила себе Капли в нос Так что вот Всех люблю Целую Обнимаю Ставьте лайки Подписывайтесь На мой канал На мой инстаграм Все ссылки оставила В описании На мой тикток Тоже подписывайтесь Я уверена Надеюсь Не могу обещать Но надеюсь Что на даче Снимем какие-нибудь Клевые тиктоки Поэтому Зайдите Посмотрите Вдруг сняла Всем пока